Здравствуйте, меня зовут Дмитрий, добро пожаловать на канал DPLABS. Сегодня мы вам расскажем о свежеизготовленных двигателях для нашего будущего проекта квадроцикла. Итак, встречайте, две движки BLDC низкооборотистые на 3,5 тысячи оборотов. Этот 7 кВт в номинале, расчетных пока не знаем. Этот 15 кВт с жидкостным охлаждением, на напряжение до 96 Вольт. Вот, собственно, это вот были изготовлены прототипы. Данный электродвигатель разработал Андрей, который выиграл конкурс по разработке эскизного проекта для двигателя для квадроцикла. Работа заняла около двух с половиной месяцев, правильно я понимаю? Да, около двух с половиной месяцев. В скором времени мы начнем испытание этих двигателей, ждем от Евгения нового инвертора для тестирования и готового стенда. Вот, сейчас Андрей расскажет особенности данных двигателей. Основные характеристики электродвигателя озвучил Дмитрий. Вкратце расскажу по основным конструктивным особенностям. Двигатель выполнил защитные оболочки, то есть допускает погружение в воду. Конструкция полностью герметичная. На всех стыках стоят резинки и уплотнения. Основной корпус теплообменника ребрёный. Внутри находится контур под водяное охлаждение. Сделан он из сплава АМГ. Сварен. Проверена герметичность. В электродвигателе предусмотрен резоллер для реализации векторного управления. Стоят датчики для контроля температуры обмоток. Грубо говоря, они выведены в разъём герметичный. Фазы двигателя также выводятся отдельными проводами, но через герметичные кабельные вводы. Итак, господа, вот здесь мы видим внутренности двигателя. Корпус у него фрезерованный, мы его фрезеровали. Вот здесь вы видите резоллер. Там несколько тысяч рублей стоит. Очень удобно, очень хорошо работает. Вот здесь вот выводы, фазные выводы, потом под обжим. Сюда будут провода выходить. Всё герметично, на параните. Всё красиво, аккуратно. Естественно, это прототип. Фрезерованная фрезеровка стоит довольно-таки дорого. Когда это всё пройдёт испытание, мы поймём, что всё нормально. Такие корпуса надо, конечно, литьём делать. Потом будем смотреть. Данные двигатели будут использоваться в малом квадроцикле, так скажем. 15-киловаттный на задний привод, 7-киловаттный на передний привод. Либо на квадроцикл с моноприводом будет 15-киловаттный двигатель использоваться. У данного двигателя где-то 3,5 тысячи оборотов на номинальном напряжении. Он будет использоваться с редуктором. Вот сюда будет ставиться редуктор. Отсюда будут выходить полуоси. Редуктор будет с дифференциалом и с электроблокировкой от Нивы. Вот наш данный дифференциал. Мы посчитали это самая оптимальная вещь. Иначе свой дифференциал изобретать делать это довольно-таки дорого. И все равно мы в такой ценник не влезем. Сейчас разработали модель корпуса под редуктор. Осталось ее сделать, выточить. Я думаю, это в течение недели-полторы мы это сделаем. И уже увидите тестирование мотора вместе с редуктором. Так что у нас, собственно, по редуктору. Разработали мы вот такой вот редуктор для этого дифференциала с выходом под полуоси. Но что здесь из интересного? Во-первых, свои собственные шестерни у нас здесь будут стоять. Почему мы не взяли Нивовскую главную пару? Ее можно было также передачить. Например, хвостовик только не под внутренний конус, а под внешний. В моторе сделать внутренний и все так же собрать. Во-первых, она гипоидная. То есть у нас ось этой шестерни и этой смещены друг от друга. Это минус по компоновке. Потому что, как видно, сейчас покажу. Вот, например, компоновка мотора с редуктором. То есть если мы здесь... Так вот, будет проще показать. Встановим половинку. Вот, компоновка мотора с редуктором. И если бы у нас пара была гипоидная, то вся бы эта часть у нас ушла вверх. То есть компоновка получается не очень хорошая. Также, что у нас из интересного по редуктору? Ну, компоновка, скажем, редуктора стандартная, жигулевская. То есть кто разбирал редуктор жигулевский, тот сразу видит схожие параметры. То есть это бугеля, в которых нарезана резьба. То есть есть гайки, которыми у нас одновременно осуществляется регулировка и подшипников конических. И осуществляется регулировка зацепления косозубой шестерни конической. То есть также регулировка зацепления осуществляется подкладными шайбами между корпусом редуктора и двигателем. Ну вот, как-то так. То есть этими гайками мы можем двигать вот так. И шестерни, соответственно, подкладными пластинками так. Таким образом, по краске можно отрегулировать полностью зацепление. Ну и настроить подшипники. Вот, в принципе, все. То есть также у нас здесь... Это получается вверх расположено. Массосливное здесь, потому что по компоновке редуктор у нас будет стоять вот примерно под таким углом. Здесь, соответственно, массосливное. Здесь маслозаливное, которое одновременно является уровнем. Здесь выход штуцера под сапун. Также это отверстие, это у нас провод, сам выход под электроблокировку. Также, ну вот она сама. Здесь имеется отверстие. То есть если мы можем посмотреть на самоблокировку, вот муфта самоблокирующая. У нее есть штифт зацепления с корпусом. То есть так она в свободном положении крутится. Как только мы подаем напряжение, она, соответственно, эта муфта заклинивает. И у нас уже редуктор получается заблокированным. Вот как раз этот штифт. Корпус редуктора мы будем изготавливать на 5-осевом ЧПУ станке. Естественно, впоследствии планируется литье. Потому что модель сложная, будет делаться долго. Ну, для портотипирования это, в принципе, очень хорошо. Также касаемо крепления самой шестерни. Почему выбрано так? Здесь у нас коническая посадка. 1,20, по моему конусности, если я не ошибаюсь. Сделано это для того, чтобы отказаться от шпонки. Потому что, во-первых, из шлицов. Изготовление шпонки из шлицов довольно трудоемко. Здесь же мы можем просто на горячую посадить шестерню. Были проведены расчеты. По моменту запас в два раза все хорошо. То есть, с такой конусностью. Здесь у нас канавка и резьба под гидросъем. То есть, опять же, это, я считаю, очень правильно. Без использования каких-либо съемников. Просто вкрутить сюда штуцер. Дать давление. Шестерня спрыгнет. И ничего не повредится. Также такая схема с конусной посадкой была выбрана. Чтобы избежать промежуточного подшипника. То есть, если бы мы сделали, например, в двигателе шлицы. То нам бы пришлось в редукторе ставить промежуточный подшипник. Потому что шлицы, они не жестко фиксируются. И не могут отцентроваться. А с такой схемой мы избежим промежуточного подшипника. В двигателе уже установлен подшипник с большим запасом. Редуктор у нас получится короче. То есть, мы его укорачиваем на длину подшипника. И, в принципе, четкой сборки. На конусной посадке будет идеальное центрирование. Я считаю, все будет работать. Ну что, господа. Вот такие дела. Как вы видите, движуха идет. Мне все понравилось. Все довольно-таки быстро и оперативно. Для прототипов это вообще хорошо. Я думаю, испытаем. Все будет нормально. На самом деле, они уже крутились. Но на пониженном напряжении просто не было подходящего инвертора. Вот хотели китайский подсоединить, но что-то с ним не разобрались. Там с инструкциями на напряженном. Ждем Евгения. Обещал к 15-16 числу все прислать. И стенд должен быть готов. Кстати, корпус двигателя разрабатывал модель Дениса. Это человек, который выиграл конкурс по квадроциклу. Так что мы все дальше продолжаем сотрудничать. Думаю, сделаем все хорошо. Ладно, всего хорошего. Подписывайтесь на канал. Поделитесь лайками. Пока. Пока.